Синдром обструктивного апноэ сна это повторяющиеся эпизоды полной апноэ и неполной гипоапноэ обструкции дыхательных путей которые длятся 10 секунд и более и способны появляться в любую фазу сна при этом вызывают снижение сатурации то есть насыщение кислородом крови и прекращаются в результате микропробуждения головного мозга но эти пробуждения человек не чувствует он спит то есть, скажем так, мозг отреагировал на гипоксимию когда снижается насыщение кислорода первый орган, который реагирует на гипоксию а что такое гипоксия? гипоксия это недостаточность кислорода скажем так, тканей когда ткани не насыщаются достаточным количеством кислорода когда это возникает во время удушья правильно? и вот какие клетки у нас реагируют в первую очередь это клетки головного мозга клетки головного мозга отреагировали произошел резкий вдох пациента и он продолжает спать дальше не помня о том, что произошло буквально секунду назад поэтому зачастую пациенты сами не будут жаловаться на то, что они плохо спят то, что они храпят они не слышат, что они храпят они спят во сколько все-таки нужно ложиться спать? знаете, это в большей степени зависит от хронотипа человека и возрастных особенностей ну то есть, если детям желательно, там в зависимости от выработки гормонов гормонов сна какие у нас гормоны сна? это мелатонин и самототропный гормон мелатонин, допустим, в детском возрасте начинает вырабатываться с 7 вечера и чем раньше мы укладываем ребенка пик его приходится на 9 часов вечера тем лучше для ребенка его сон будет более продуктивный и тем проще будет его уложить и больше у него будет сил на следующее утро у взрослого этот временной промежуток он изменяется то есть, он больше смещается к ночному времени то есть, примерно с 12 до 2 пик выработки мелатонина поэтому желательно в любом случае ложиться до 11 вечера но опять-таки учитывать свой хронотип есть у нас, как вы понимаете, жаворонки и совы совы больше любят бодрствовать до позднего часа и просыпаться поздно а жаворонки наоборот так в любом случае для любого человека желательно это делать в одно и то же время то есть, если вы ложитесь в 11 то лучше каждый день ложиться в 11 если вы встаете в 7 или в 6 то лучше вставать в это время даже в выходные не продлевая количество времени сна почему? объясню потому что прекращается выработка мелатонина и начинает с рассвета, скажем так когда только солнце начинает появляться за окошком и первые лучи солнца попадают в комнату мозг пробуждается и начинает вырабатываться гормон серотонин гормон бодрства поэтому в выходные, когда люди начинают пересыпать это количество часов практически потрачено и зря вы не наверстаете количество сна тем более, если вы ложитесь в одно и то же время организм приспосабливается к любым условиям и если вы вырабатываете такую привычку полезную то того количества часов, в которое вы поспите вам будет хватать и в выходные так, а что вы скажете по поводу дневного сна? вот многие сейчас тренеры рекомендуют дневной сон полчаса, час дневной сон ну как рекомендую дневной сон знаете, много смотрела информации по этому поводу сон имеет определенные фазы фазы бодрствования затем ремсна, поверхностного сна и глубокого сна и для того, чтобы получить полное удовлетворение даже от дневного сна эти фазы нужно пройти ну так вот и если мы прерываем сон на фазе глубокого сна то дневной сон не будет приносить вам удовлетворение вы будете себя после дневного сна чувствовать более разбитым более уставшим этот сон непродуктивный но если допустим многие рекомендуют многие сомнологи рекомендуют устраивать маленький 15-минутный отдых который не позволяет погрузиться в фазу глубокого сна такой сон будет приносить чувство, скажем так, отдыха но при этом чувство разбитости не будет такая будет 15-минутная, 20-минутная передышка когда вы можете набрать сил да, подзарядка и продолжить свой трудовой день вот эта картинка когда ракурс переходит да, на шею пациент спит и храп что такое храп? когда спадаются верхние вот это вот беленькое это воздух поступает поступает и выдыхает вдох и выдох процесс вдоха и выдоха и во время расслабления мышц получается соударянием стенок глотки, гортани и появляется такой эффект, как храп а обструкция, когда эти ткани спадаются полностью и то есть нет возможности прохождению воздуха и потом что возникает? потом сигнал попадает в головной мозг что человек не дышит что-то нужно делать и происходит микропробуждение человек делает шумный резкий вдох и опять засыпает ну то есть возобновляется дыхание человек опять погружается в сон здорово Светлана Николаевна вот вы говорили много когда приводили примеры что вот вам приходит человек с индексом массы тела более 50 килограмм на метр в кубе и я так понимаю что синдром абструктивного апноэ сна это проблема только людей с ожирением либо избыточным весом ну я просто часто общаюсь с докторами да и очень многих вот такое представление что у вас да синдром абструктивного апноэ сна это синдром пиквика то есть это обязательно у человека у которого индекс массы тела ну больше 40 точно то есть третья степень ожирения да там третья четвертая соответственно у меня вопрос возникает обязательно ли иметь избыточную массу тела либо ожирение высокой степени тяжести для того чтобы иметь данное состояние или все-таки существуют какие-то еще так скажем фенотипы пациентов которые тоже могут страдать данной проблемой и их тоже нужно лечить СИПАП терапией почему именно у полных людей это возникает вот механизм можно также на картинке что влияет на то что вот спадается глотка и воздух прекращается ну давайте закончим с пациентами которые имеют высокий индекс массы тела и на твоем приеме я измеряю окружность шеи в норме для женщин ну то есть можно заподозрить синдром обструктивного апноэ сна если окружность шеи у женщин увеличена больше 37 сантиметров а у мужчин больше 43 сантиметров ну и индекс массы тела ожирение первой и второй степени мы обязательно задаем вопрос если у вас проблемы со сном и храпите ли вы зачастую они ответят положительно да мы храпим еще возвращаясь к вопросу по поводу особенностей худых людей есть ли они таковые такие особенности есть чаще всего это маленькая челюсть микрогноте по-моему называется и задвинутая челюсть назад это анатомические особенности пациентов плюс у пациентов есть такая тоже анатомическая способность как большой язык который это большой мышечный орган который при положении допустим на спине может также расслабляться и закрывать верхние дыхательные пути женщины чаще всего в менопаузе когда нет защиты гормональной защиты тканет глотки становятся более рыхлыми и это тоже способствует развитию синдрома обструктивного апноэ сна то есть идет расслабление мышц плюс рыхлость тканей способствует спадению верхних дыхательных путей полного человека получается жировые отложения вокруг шеи да способствуют спадению дыхательного пути да да и анатомически короткая шея тоже да как-то влияет это тоже да это тоже может повлиять на спадение верхних дыхательных путей вот вы говорите да что зачастую пациент не жалуется то есть вот он пришел к врачу к терапевту кардиологу к пульмонологу хоть кому да по его заболеванию вот как врачу понять вот он задаст ему вопрос как вы спите он скажет да нормально как врачу понять что вот все-таки пациенту нужно к сомнологу только ли избыточная масса тела и наличие хронических заболеваний может так скажем сподвигнуть врача объяснить человеку что вот нужен такой специалист или какие-то еще вопросы дополнительные нужно задать какие вопросы ну вопрос в первую очередь высыпаете ли слевы есть ли у вас храп высыпаетесь ли вы ну то есть насколько хорошо отдохнувшим чувствует себя человек в дневное время и насколько часто это повторяющиеся события допустим если он говорит нет я такой разбитый я такой усталый и я не могу выспаться никак редко пациенты жалуются если им не задавать такой вопрос также по распространенности синдром обструктивного апноэ сна есть даже процентное соотношение то есть у пациентов с лечением артериальной гипертонии которая не поддается скажем так титрации препаратов ну то есть как бы не пытались назначить препараты гипотензивные давление остается высоким особенно в утренние часы опять-таки же пример из моего опыта когда пациенты также приходящие на вилорогометрию говорят я вот сколько бы я не пил таблеток утром все равно у меня давление 150 на 100 я ничего с этим не могу сделать и тогда уже просто врачу будь то пульмонолог будь то кардиолог будь то терапевту достаточно задать вопрос насколько как вы спите простой вопрос как вы спите и тогда пациент вам расскажет как он спит и насколько он удовлетворен своим сном сколько у него хватает сил на выполнение его обычных действий в течение дня хочется ли ему уснуть вот когда он присел куда-нибудь просто присел и он хочет спать зачастую это пациенты именно такие пациенты которые садятся за руль засыпают за рулем это одна из проблем и в ролике по-моему об этом сказано что в 20% случаев это является причиной ДТП пациенты куда бы они ни сели как бы они просто такое комфортное для них положение они не приняли они засыпают они засыпают на совещаниях пациенты засыпают за рулем пациенты засыпают в очередях в поликлинике такого пациента сразу можно увидеть и отправить на консультацию к сомнологу Юлия Вячеславовна я ответила на ваш вопрос да спасибо большое здравствуйте первый вопрос какие факторы повышают вероятность развития синдрома абструктивного апноэсна первый фактор это ожирение высокий индекс массы тела храп состояние которые которые возможно вытекают из этого то есть высокоартериальная гипертония обострение любых хронических заболеваний метаболический синдром пиквинский синдром это все что связано с высокой массой тела а можно вопрос часто говорят что если есть проблемы с носовой перегородкой что многие идут на операцию делают выравнивание этой перегородки что это влияет на храп что если удалить вот это искривление то все исправится ну вообще если чисто анатомически удалив искривление носовой перегородки наоборот улучшается поток воздуха через нос носовое дыхание но здесь немного проблема ниже по ходу дыхательных путей то есть в области гортань то есть когда идет спадание ослабление расслабление глоточных мышц и соответственно спадение верхних дыхательных путей а носовое дыхание оно конечно это пациенты которые с хроническим ренитом с хроническим насморком они могут жаловаться на храп но опять-таки есть сопутствующие факторы поэтому скорее всего выправление носовой перегородки оно способствует улучшению прохождения воздуха через дыхательные пути но саму вот эту проблему обструктивного апноэ сна это не решает постойте это не решает если у пациента есть еще сопутствующие факторы как ожирение в большей степени а вот аденоиды например это тоже влияет это кстати одна из причин да гипертрофированные менталины это к вопросу Юрия Вячеславовна о том что даже у худых людей возможны такая патология как гипертрофия миндалин они также могут способствовать абструктивному апноэ сна но это уже проблема которая лечится первостепенно которую нужно решить с врачом отоларингологом лором и потом уже смотреть по состоянию если эта проблема решена миндалины удалены то дыхание становится ровным и достаточно легко проходимым это я приведу пример своего племянника которому до 16 лет не удаляли гипертрофированные миндалины и начиная с самого раннего детства он храпел как взрослый прям храпел до того момента пока не удалили миндалины а вы получаете вот это обследование с аппаратом ничего не производили вы понимали что причина все-таки в миндалинах гипертрофированных что нет смысла мальчик это подросток мальчик которому диагностировали изначально гипертрофию миндалин первой степени он очень худенький но в последующем у него такая наблюдалась гнусавость голоса то есть классическая картина вот именно гипертрофированных миндалин и все разрешилось только после оперативного лечения у отоларинголога это вот именно пример обструктивного апноэ сна у детей одна из причин которых может быть которая решается врачом лора в последующем сейчас уже 17 лет и он дышит свободно то есть если для мамочек если у их детей есть проблемы со сном в виде храпа то в первую очередь не к сомнологу бежать а к лору лучше сходить да у детей скорее да у детей какие бывают проблемы у них бывает чаще всего центрального генеза апноэ сна но это опять-таки же проблема которую решает врач невролог наблюдение невролога абструкция здесь только из-за гипертрофированных миндалин которые удаляются и соответственно ребенок у ребенка ну чаще вот в случае моего племянника ждали когда он израстет то есть станет расшириться верхние дыхательные пути и у него улучшится проходимость верхних дыхательных путей но проблема в том что такие гипертрофированные миндалины тоже увеличиваются у него была проблема что из первой степени она переросла в третью это наблюдение именно врача отоларинголога если при оперативном лечении миндалины удалены и у ребенка продолжается обструкция в виде синдрома обструктивной апноэ сна то выясняется причина вот здесь заключается врач-сомнолог какого это генеза обструктивного или центрального если обструктивного то назначается уже лечение врачом-сомнологом если центрального то тут подключаются неврологи а вот можно вернуться ко взрослым сейчас я вот правильно вас поняла вот человек например имеет повышенную утомляемость в течение дня засыпает храпит ему говорит жена там или мужа даже нет и он не знает кто такой сомнолог и он идет к лору кто-то ему посоветовал он идет к лору и например лор видит свою проблему говорит что у вас носовая перегородка искривлена или у вас гипертрофия миндалин он эту проблему разрешает и когда у пациента вроде как лор проблемы решены а симптомы остаются то есть симптомы например храпа симптомы слабости утомляемости в течение дня вот тогда он должен заподозрить у себя синдром обструктивного апноэ сна и только тогда пойти к сомнологу или как вообще вот поступать вот люди сомнолога не знают лора знают все а что делать человеку ну тут взаимодействие врачей в большей степени оперативное лечение это травмирующее лечение и для выявления обструкции конечно возможно консультация отоларинголога который скажет да у вас там миндальные увеличенные миндальные третьей степени наоборот доктор скажет да у вас нет таких проблем вам нужно пойти к врачу сомнологу и врач сомнолог уже назначает обследование в виде сомнографии и выявляет причину какого генеза данная обструкция то есть либо данное изменение то есть в виде обструкции либо центрального генеза если в виде обструкции то взаимодействие врачей с врачом отоларингологом уже принимается решение какое лечение данному пациенту показано если это миндаль на третьей степени соответственно он может вмешаться в врач отоларинголог и удалить эти миндалины провести повторное допустим обследование если сохраняется обструкция верхних дыхательных путей то назначается СИПАП терапия уже сомнологом Светлана Николаевна я к вам пристала сегодня интересно очень вот скажите мы говорим о врачах таких терапевтических специальностей терапевт кардиолог пульмонолог а вот к какому еще врачу может прийти такой пациент с какой жалобой нетерапевтической специальности и врач заподозрит у него синдром обструктивного апноэсна не вот эти типичные жалобы что плохо сплю храплю и так далее что еще уролог андролог например да такие врачи могут у своего пациента исключив свою патологию направить к сомнологу да могут такие пациенты которые с тяжелой степени обструктивного апноэсна помимо того что они часто просыпаются они достаточно часто у них часто мочеиспускание ночью то есть в норме у нас один раз человек может встать за ночь сходить в туалет и спокойно лечь и спать дальше у таких пациентов есть такие симптомы как синдром мокрой подушки или частое мочеиспускание в первую очередь уролог должен заподозрить если нет проблем с мочеиспускательной системой с мочевой системой то есть нет цистита нет никакого воспаления нет аденомопредставительной железы то в первую очередь он конечно должен направиться к сомнологу потому что это один из симптомов обструктивного апноэсна как ему вот урологу да или андрологу к примеру а дифференцировать вот пока без объективного осмотра вот какой вопрос задать пациенту урологу чтобы понять что скорее всего это не урологическая проблема а проблема синдрома обструктивного апноэсна тут вопрос который несколько раз уже говорила о том что как вы спите нет нет я не про это я про мочеиспускание как-то отличается мочеиспускание при синдроме обструктивного апноэсна по ночам от мочеиспускания при урологической патологии при например аденоме простате опухоли там раковые какой-то или простатите при урологической патологии чаще всего когда идет препятствие оттоку жидкости в виде опухоли в виде аденома предстательной железополоспаления мочевыводящей системы какое у нас получается у пациента будет мочеиспускание каплями ну то есть будет какое-то препятствие у пациентов синдром обструктивного апноэсна такое мочеиспускание будет при условии нормальной гликемии это же патология эндокринной системы когда исключаем сахарный диабет частое мочеиспускание нет проблем с сахарами но есть частое мочеиспускание в больших объемах то есть нет никаких препятствий оттоку жидкости пациенты ходят в туалет часто и много и это будет главной отличительной чертой допустим при аденоме предстательной железы главная проблема пациента он хочет в туалет но проблема в том что он не может сходить в туалет а при синдроме обструктивного апноэ сна таких проблем не будет будет обильное мочеиспускание пациент будет постоянно хотеть в туалет и количество жидкости будет достаточное скажите скажите светлана а у вас или может быть у ваших коллег были вот такие пациенты у сомнологов у которых которым они смогли помочь вот например уролог отдал сомнологу пациента ну исключил свое он бедный мучился вот было такое может в вашей практике или в ваших в моей практике такого не было но такое было в практике моих коллег из Санкт-Петербурга которого обследовали все урологи наверное Санкт-Петербурга но проблемы не нашли тогда его отправили к сомнологу и когда пациент начал лечение СИПАП терапия эти проблемы просто прекратились симптомы у него были что у него было и как прекратились у него было частое мочеиспускание которое фактически только его и мучило то есть человек за ночь мог до 6 до 7 раз встать сходить в туалет в полном объеме то есть как будто он не знаю накануне выпил очень много жидкости и проблемы эти урологи не находили никаких проблем то есть все было в порядке с мочевыделительной системой работа функция почек была не нарушена все было в порядке абсолютно его перенаправили к Александру Казаченко сомнологу Санкт-Петербурга который сейчас мне очень помогает и дает советы по поводу лечения таких пациентов и ему провели обследование выявили синдром обструктивного апноэсна и назначили СИПАП терапию и первую ночь на СИПАП терапии пациент полностью проспал не вставая в туалет я представляю как пациент был счастлив да еще такой вопрос а этот синдром если он длительный у человека он может влиять на память ну может конечно может это хроническая ишемия головного мозга то есть представляете вы ночь не дышите у вас не поступает кислород вы не можете дышать плюс это стресс который регулируется гормонами стресса влияние на сосудистую стенку соответственно это процесс очень многоступенчатый который запускает такие проблемы которые потом выходят в диагноз хронической ишемии головного мозга влияет ли на распространенное заболевание возраст и пол да без сомнения влияет здесь большую роль играет тонус мышц с возрастом как известно он ослабевает как у мужчин так и у женщин а об этом я тоже уже говорила у женщин которые находятся в менопаузе за счет того что нет защиты гормональной защиты ткани становятся более рыхлые именно женщины начинают храпеть когда возраст уже старше 60 так же как и у мужчин в принципе такой возраст критичный 50-60 когда женщина в менопаузе возраст несомненно влияет хорошо а третий вопрос какие возможны расстройства еще дыхания во сне об этом я уже говорила центральное апноэ сна это то что когда у нас идет поражение центрального генеза так называемое дыхание чейнстокса как вариант потом абструктивное апноэ сна центральное апноэ сна комплексное апноэ сна то есть когда идет сочетание той и другой формы апноэ также апноэ с гиповентиляцией во сне гипоксимия которая идет как последствия абструкции когда недостаточное насыщение кислородом крови происходит храп это тоже является как расстройством сна на которое нужно обращать внимание особенно супругам которые лежат рядом с мужем и слышат как дышит муж или жена и обязательно на это обращать внимание продолжение вот вопроса вот у вас я знаю прошло два очень интересных случаев при которых вы не назначили пациенту исследование сна можете о них рассказать то есть там не было показано сомнография вы дали рекомендации я знаю даже передали в руки другого специалиста одного пациента вот это тоже интересно это же тоже нарушение сна расскажите о них да два молодых человека один молодой человек 18 лет пришел жалобами на то что после вечеринки с употреблением большого количества алкоголя и первой затяжки сигареты он не мог заснуть неделю на фоне приема противовирусных препаратов нестероидных противовоспалительных препаратов ну как бы здесь понятно причина такой ситуации я дала рекомендации о том что не стоит совмещать прием препаратов курения алкоголя в один коктейль ну и соответственно он благополучно согласился с этим и пошел жить дальше второй пациент 26 лет более сложный здесь посттравматический синдром после потери близкого здесь подключаются другие специалисты потому что здесь нет обструктивного апноэ сна здесь есть проблема в депрессии и здесь нужна помощь невролога и психиатра я перенаправила этого пациента к данным специалистам дала рекомендации в любом случае ему были назначены снотворные и антидепрессанты которые он не пил пыталась его убедить что то что это ему жизненно необходимо и когда советовалось уже потом с коллегами психиатрами вот в таком случае назначаются антидепрессанты до полугода и здесь действительно помощи сомнолога в большей степени убедить его пойти лечиться дальше к другим специалистам а как это состояние называется вот у этих людей какой диагноз вы поставили просто любопытно так как это остро возникшие состояния это острая инсомния на фоне токсического приема препаратов и на фоне посттравматического синдрома то есть нарушение сна фактически острая инсомния то что длится это до 3 месяцев мы это называем острая инсомния причина подтверждается тем или другим специалистам в данном случае можно было отправить к врачу-таксикологу или врачу-психиатру и неврологу все что длится больше 3 месяцев всякие проблемы у таких пациентов это хроническое инсомнение я правильно поняла что вот такие пациенты не должны вестись одним врачом то есть это обязательно такие коллегиальные общения обратная связь например лечащего врача а сомнологу и наоборот потому что именно тогда мы сможем пациенту эффективно помочь правильно да без сомнения это коллегиальное ведение пациентов в комплексе то есть всегда нужно держать руку на пульсу как врачу-терапевту кардиологу неврологу пульмонологу знать о том что есть такая специальность врач-сомнолог так же как и мне врачу-сомнологу перенаправлять пациентов и лечить пациентов в комплексе потому что даже когда мы назначаем пациентам СИПАП-терапию мы все равно контролируем сердечную деятельность если есть центральная пноя сна мы решаем эту проблему с неврологами кардиолог подбирает гипотензивную терапию тетрует дозировку гипотензивных препаратов на фоне снижения артериального давления когда у него улучшается вентиляция легких и соответственно человек не страдает уже той степени в которой он страдал гипертонической болезнью сердца либо наоборот симптоматической артериальной гипертонии в общем решается вопрос комплексно со всеми специалистами я за такую работу врач-сомнолог лечит синдром обструктивно обносит то есть спадение верхних дыхательных путей при помощи СИПАП-терапии это подача верхних дыхательных пути увлажненного теплого воздуха под давлением то есть которое допустим во время апноэ спали стеночки под давлением они расправляются и воздух спокойно поступает и человек дышит то есть нет уже этой обструкции когда это давление достаточное то есть моя задача оттетровать давление верхние дыхательные пути чтобы комфортно было спать пациенту и он мог дышать чтобы не было признаков храпа ну тем более апноэ сна то есть обструкции когда спадаются стеночки соответственно на этом фоне у пациента не происходит такого стресса как микропробуждение он спит всю ночь так как он спит всю ночь он спокойно дышит он отдыхает все системы работают в режиме отдыха контролируются гормонами о которых я уже говорила мелутонин самототропный гормон который выделяется в нужном необходимом количестве и при этом все процессы на которые они влияют это углеводный обмен белковый обмен жировой обмен они влияют также на работу щитовидной железы поджелудочной железы все механизмы работают как часы человек отдыхает готовится к новому трудовому дню он проснулся выделились уже другие гормоны которые поддерживают его бодрость если этого нет соответственно начинаются проблемы в виде высокого давления обострения хронических заболеваний диагностики сахарного диабета второго типа который имеет тоже очень много тяжелых последствий сахар попадающий в кровь на любую сосудистую стенку действует токсически последствия макроангиопатии в виде инфаркта инсульта и так далее микроангиопатии макроангиопатии то есть поражение сосудов стресс для организма не спать это плохо нужно всегда спать я это рекомендую Светлана Николаевна а вот эти аппараты их СИПАП аппараты расскажите о них вот пациент его должен как-то приобретать как вы это все подбирается и так далее они же дорогие наверняка очень да в нашей клинике есть система подбора СИПАП терапии пациентам с синдромом обструктивного апноэсна средней степени тяжелой степени таким пациентам показано лечение СИПАП терапии отбором СИПАП терапии пациенту мы подбираем лечение нужное комфортное давление для него пациент забирает домой СИПАП аппарат и в течение 3-5 дней спит с данным аппаратом соответственно мы оцениваем считываем это все происходит под контролем меня как сомнолога мы считываем всю информацию эта вся информация находится в самом аппарате если пациент им пользуется это мы все проверим сколько он спит сколько часов достаточно ли было давления был ли храп во время сна это все корректируется и соответственно пациент когда получает результат в плане улучшения своего самочувствия улучшения состояния он высыпается пациент уже приобретает в личное пользование такой аппарат такие аппараты да они дорогостоящие но здесь скажем так выбор приоритетов что мы хотим больше жить спать отдыхать ну либо лечить хронические заболевания на которые уходят скажем так те же средства а как долго надо с этим аппаратом спать все индивидуально в зависимости от возраста в зависимости от состояния пациента его хронических заболеваний это может быть от полугода и до пожизненного срока стоит порядка 150 тысяч такая инвестиция в здоровье да инвестиция в здоровье я всегда привожу пример пациентам на примере диабетиков которые пользуются инсуиновыми помпами для того чтобы для диабетиков первого типа всегда можно сопоставить пользу для своего здоровья либо компенсировать заболевание либо мучиться от осложнений в виде слепоты ампутации конечностей прогрессирования почной недостаточности либо скомпенсировать свой диабет приобретая инсуиновую помпу которая стоит в принципе те же деньги а вот скажите я слышала что на алиэкспресс продаются СИПАП аппараты вот вообще насколько вот просто наши слушают пациенты да и например пациент у себя где-то в городе да наши не кемеровчане пациенты слушают а может и кемеровчане конечно это вообще наверное было бы здорово а вот если не кемеровчане вот они например пошли обследовались им сказали и они приняли решение вот им сказали нужно купить там-то а они приняли решение купить вот где-то дешевле Вот, например, на Алиэкспресс я слышала, что они продаются. Вот инструкция пациентам, ваш совет какой-то, можно покупать там, насколько эти аппараты качественные, проверенные, сертифицированные, чем те, где вот продают фирмы, так скажем, которые занимаются медоборудованием, может, даже они производят его, да? Вот дайте совет пациентам, может, правда, можно, и человек сэкономит там в два раза больше денег или, наоборот, потеряет. Просто объясню, что это ваше здоровье. В первую очередь и любой медицинский аппарат, будь то СИПАП, будь то инсулиновая помпа, будь то даже тонометр, они должны быть сертифицированы. Они должны быть высшего качества, и они должны работать как медицинское оборудование, то есть иметь определенную лицензию. Гарантию на такие аппараты, которые покупаются через Алиэкспресс, врачи дать не могут. Как они будут работать, как они себя поведут, как правильно ли можно там подобрать давление, подаваемое в верхней дыхательном пути. Это ваше здоровье, это ваш выбор. Я всегда рекомендую пациентам все-таки подходить к своему здоровью осознанно, то есть покупать именно те аппараты, которые проверены и имеют лицензию. Светлана Николаевна, Юлия Вячеславовна, огромное вам спасибо. Во-первых, что вы согласились провести вебинар на нашей площадке. Те вопросы, которые мы сегодня обсуждали, многие врачи даже не знают. Я надеюсь очень, что, посмотрев ролик и данный вебинар, врачи делают больше акцент на это и получат те знания, которыми вы сегодня поделитесь. Светлана Николаевна, вам большой респект. Даже я, изучая эту тему, конечно, не так глубоко, как знаете вы, получила массу полезной информации. Прям большое вам спасибо. Супер. Это было полезно.